Глава двенадцатая На следующее утро Грэхам ближе изучил порядки большого дома. Омай со многим познакомил его еще накануне. Омай узнал от гостя, что тот после выпитой при пробуждении чашки кофе предпочитает завтракать не у себя в комнате, а за общим столом. Омай предупредил Грэхама о том, что в столовой завтракают не все вместе, а кто когда хочет, от семи до девяти, и что если ему понадобится лошадь или автомобиль, или он захочет купаться, то ему стоит только сказать об этом. Войдя в столовую в половине восьмого, Грэхам застал там корреспондента и покупателя из Айдахо, которые только что кончили завтракать и спешили к автомобилю, чтобы попасть на утренний поезд из Эльдорадо в Сан-Франциско. Грэхам простился с ними и сел за стол один. Безукоризненно вежливый китаец-слуга предложил ему заказать, что он желает. Он попросил себе фруктов, и слуга подал ему виноградную кисть, с гордостью пояснив, что это своя изымение. Отклонив предложенные ему различные блюда, Грэхам попросил дать ему и яиц всмятку, и ветчины, и только что принялся за них, как появился Берт Уэнрайт. У Берта был небрежный и рассеянный вид, но причина столь раннего его появления скоро объяснилась. Через пять минут вошла Эрнестина де Стен в очаровательном пеньюаре и утреннем чепчике, и выразила удивление, что нашла в столовой столько любителей раннего вставания. Позднее, когда все трое поднимались из-за стола, вошли Люд де Стен и Рита Уэнрайт. За бильярдом Грэхам узнал от Берта, что Дик Форест никогда не завтракает со всеми, а встает с петухами, работает в постели, пьет в шесть часов утра кофе, и только в исключительных случаях появляется среди своих гостей раньше второго завтрака, который бывает в половине первого. И тот же Берт рассказал ему, что Паула спит всегда плохо и встает поздно, живет во флигеле, за дверью, у которой нет ручки. Это огромный флигель с собственным таинственным внутренним двориком, который даже он видел всего лишь один раз, что она тоже приходит только ко второму завтраку, да и то не всегда. Она здоровая и сильная, сказал он, но, должно быть, родилась с бессонницей. Она никогда не могла спать, даже когда была совсем маленькая. Но это ей как-то не вредит, потому что у нее большая сила воли, и она не дает своей бессоннице влиять на нервы. У нее нервы всегда напряжены, но вместо того, чтобы приходить в отчаянии и метаться, когда ей не спится, она приказывает себе отдыхать и отдыхает. Она называет такие бессонные ночи своими белыми ночами. Иногда она засыпает только на заре или даже в девять и десять часов утра, и тогда спит чуть ли не двенадцать часов подряд и выходит к обеду совсем свежая и бодрая. Это должно быть действительно врожденное, заметил Грэхом. Берт кивнул. Из ста девяносто девять женщин совсем бы раскисли, а она держит себя в руках. Если ей не спится ночью, она спит днем и наверстывает свое. Еще многое рассказал Берт о хозяйке дома, и Грэхом очень скоро догадался, что молодой человек, несмотря на долгое знакомство, все же ее побаивается. Я никогда еще не видел человека, которого бы она не подчинила себе, признался он. Мужчина, женщина, слуга, все равно, какого бы возраста, пола или положения люди ни были. Ей стоит только заговорить своим повелительным тоном, и результат всегда один. Я не знаю, как она это делает. Может быть, в глазах ее загорается что-то, или губы складываются по-особенному, не знаю, но только почему-то всегда бывает так, что все ее слушаются и ей подчиняются. Да, согласился Грэхом, в ней есть что-то особенное. Вот именно, и лицо Берта просияло, что-то особенное, и всегда все сделает по-своему. Даже жутко становится. Может быть, она так научилась владеть собой во время этих бессонных ночей, когда она постоянно напрягает свою волю, чтобы оставаться спокойной и бодрой. Хотя, может быть, сегодня она и спала как сурок после всех вчерашних волнений. Понимаете, масса народу, тонущая лошадь и все прочее. Дик говорит, что то, от чего другие женщины не сомкнули бы глаз, действует на нее совсем наоборот. Она может спать как младенец во время бомбардировки или на корабле, собирающемся потонуть. Несомненно, она — чудо. Поиграйте-ка с ней на бильярде, тогда увидите. Немного позднее Грэхэм и Берт встретились с девушками в той комнате, где они обычно проводили утро. Но, несмотря на их пение, танцы и болтовню, Грэхэм все время ощущал какую-то пустоту и томительное желание, чтобы к ним вошла хозяйка в каком-нибудь новом, неожиданном облике и настроении. А затем Грэхэм на Альтадене и Берт на великолепной чистокровной лошадке по имени Молли два часа разъезжали по имению, осматривали молочное хозяйство и едва поспели вовремя на теннис, где их поджидала Эрнестина. Грэхэм спешил к завтраку с нетерпением, конечно, не из-за усилившегося от прогулки аппетита, но испытал большое разочарование. Паула не появилась. — Наверное, опять белая ночь, — обратился Дик к гостям и прибавил несколько подробностей относительно постоянной бессонницы Паулы. — Вы знаете, когда мы поженились, прошло несколько лет, прежде чем я в первый раз увидел ее спящей. Я знал, что иногда она спит, но сам никогда этого не видел. Я был свидетелем того, как она провела раз трое суток без сна, все время оставалась ласковой и веселой, и заснула, наконец, от изнеможения. Это случилось, когда наша яхта села на мель возле Каролинских островов, и все население помогало нам спихнуть ее. Дело было не в опасности, потому что никакая опасность нам и не грозила, а в непрерывном шуме, возбуждении. Паула слишком непосредственно это переживала, а когда все кончилось, я увидел впервые, как она заснула. Утром приехал новый гость, некто Дональд Уэр. Грэхэм встретился с ним за завтраком. Уэр был хорошо знаком со всеми и, по-видимому, часто посещал большой дом. Грэхэм понял из разговоров, что это скрипач, известный на всем побережье, хотя он был еще очень молод. «Он безумно влюблен в Паулу», — сообщила Эрнестина Грэхэму, когда они выходили из столовой. Грэхэм поднял брови. «Да, но она на это не обращает внимания», — засмеялась Эрнестина. «Это случается с каждым мужчиной, с которым она встречается. Она привыкла. Она ужасно мило умеет не замечать всех признаков такой страсти, с удовольствием проводит время в обществе этих людей и вызывает к жизни все, что есть в них интересного. А Дика это забавляет. Не пройдет и недели, как с вами случится то же самое. А если нет, все будут очень удивлены, а Дик может даже обидеться. Он привык, уж таков обычай. Если у нежного мужа, который гордится своей женой, сложится подобное убеждение, вы понимаете, как он может оскорбиться, если ему покажется, что нашлись мужчины, которые недостаточно оценили его жену. «Ну что ж», — вздохнул Грэхэм, — «если у вас это принято, то придется влюбиться и мне». Но все-таки я ужасно не люблю поступать, как все. Конечно, раз таков обычай, я постараюсь подчиниться, но это очень нелегко, когда кругом так много милых девушек. В его серых глазах блеснуло лукавство. Это взволновало Эрнестину, и она пристально посмотрела на него. Отдав себе отчет в своих намерениях, она опустила глаза и вспыхнула. «Маленький Лео, знаете, молодой поэт, которого вы видели вчера вечером», — зашептала она вновь, стараясь скрыть свое смущение, — «он тоже до безумия влюблен в Паулу». Я слышала, как Аарон Ханкок дразнил его каким-то циклом сонетов и, конечно, нетрудно догадаться, кто его вдохновил. Терренс, ирландец, тоже влюблен в нее, но не так дико. Иначе они не могут. Что поделаешь? Разве их можно винить за это? Конечно, она вполне заслуживает такого отношения, пробормотал Грэхом, смутно задетый тем, что этот ирландец, пустоголовый и самонадейный, и этот анархист-эпикуреец смели влюбиться в маленькую хозяйку. «Она ведь моя сводная сестра», — сообщила Эрнестина. «Хотя никто бы не сказал, что в нас есть хоть капля одинаковой крови. Она совсем другая, чем мы. И она ни на кого из дестенов не похожа, да и вообще ни на кого из моих подруг, ни на одну из девушек, которых я когда-либо знала. Хотя она гораздо старше моих подруг, вы знаете, ведь ей уже тридцать восемь». «Ай, кошечка, кошечка», — прошептал Грэхом. Хорошенькая блондинка посмотрела на него, растерянная и удивленная его странной выходкой. «Кошечка, да еще с острыми коготками». Еще мягче, но все же с упреком повторил он. «О», — воскликнула она, — «я совсем не в этом смысле», — сказала. «Мы здесь ничего не скрываем. И все прекрасно знают, сколько Паули лет». Она и сама говорит об этом откровенно. «А мне восемнадцать». «Вот, теперь скажите-ка вы в наказание за вашу подозрительность, сколько вам?» «Столько же, сколько и Дику», — поспешно ответил он. «А ему сорок», — засмеялась она торжествующе. «Значит, столько же и вам». «А вы будете купаться? Наверное, вода опять ужасно холодная». Он покачал головой. «Я поеду с Диком верхом». Ее личико опечалилось со всей непосредственностью восемнадцатилетнего возраста. «Ну уж, конечно», — запротестовала она. «Он опять будет показывать свои вечные пастбища и горные склоны, превращенные в террасы или какие-нибудь оросительные фокусы». Но он говорил что-то о купании в пять. Ее лицо просияло. «Ну хорошо, тогда мы встретимся у бассейна. Наверное, они сговорились». Паула тоже собиралась купаться в пять. Они расстались под аркой. Когда он направился к себе в башню переодеться для верховой езды, она вдруг окликнула его. «Мистер Грэхам!» Он послушно вернулся. «Вы вовсе не обязаны влюбляться в Паулу, ведь это я только так сказала». «Постараюсь быть очень-очень осторожным», — серьезно ответил он, хотя в глазах его блеснул юмор. Однако, оставшись один в своей комнате, он не мог не признаться себе, что очарование Паулы уже коснулось его и обвилось вокруг его сердца. Он знал, что поехал бы, например, с гораздо большим удовольствием кататься с ней, чем со своим старинным приятелем Форестом. Подойдя к длинной коновизе под старыми дубами, он жадными взорами искал Паулу, но тут стояли только Дик и Конюх. Хотя вид множества оседланных лошадей еще подавал ему надежду, однако они уехали с Диком одни. Дик показал ему лошадь жены, резвого, кровного, гнедого, жеребца с остальными стременами, двойной уздечкой и мунштуком. «Я не знаю ее планов», — сказал он. «Она еще не появлялась, но купаться во всяком случае будет. Тогда и встретимся». Грэхаму поездка доставила большое удовольствие, хотя он ловил себя на том, что не раз взглядывал на часы, много ли еще осталось до пяти. Овцы должны были скоро ягниться. Дик и Грэхам проезжали по лугам, где паслись овцы, и им приходилось время от времени слезать с лошадей, чтобы поставить на ноги то ту, то другую великолепную овцу из породы шропшеров или мериносов, которые, повалившись на свои широкие спины и подняв к небу все четыре ноги, были уже не в силах встать без посторонней помощи. «Да, я действительно поработал над тем, чтобы создать американских мериносов», — сказал Дик. «У этой породы теперь развитые ноги, крепкая спина, крепкие ребра и большая жизненная сила. Здешние породы скота стали чересчур слабосильными, изнеженными и комнатными». «Вы делаете большие дела, несомненно», — заявил Грэхам. «Подумайте, вы отправляете баранов в Айдаху. Это само говорит за себя». Глаза дико заблестели, когда он отвечал «Не только в Айдаху, но, простите за хвостовство, теперешние огромные стада Мичигана и Огайо являются потомками моих калифорнийских рамбулье». «А Австралия?» «Двенадцать лет назад я продал одному тамошнему поселенцу трех баранов по триста долларов за штуку. Когда он их туда привез и показал, то сейчас же перепродал по несколько тысяч за каждого и заказал мне целый транспорт. И я, кажется, Австралии не повредил. Они там говорят, что благодаря люцерне, артезианским колодцам и баранам Фореста, их овцеводство и добывание шерсти увеличились в три раза». На обратном пути они случайно встретили Менденхолля, заведующего конским заводом. Он увлек их в сторону на отдельный вагон, пересекаемый лесистыми ущельями и поросший дубами, чтобы показать табун однолеток шайерской породы, которые должны были отправляться на следующий день на горные пастбища Миримархилля. Их оказалось около двухсот, все крупные, ширококосные, мохнатые и начинающие линять. «Мы их не то чтобы откармливали, — объяснил Форест, но мистер Менденхоль следит за тем, чтобы они с самого рождения получали подходящий и обильный корм. Там, в горах, они будут есть кроме травы еще и зерно. Каждый вечер они должны собираться для кормежки, и таким образом можно делать поверку без всякого труда. За последние пять лет я ежегодно отправляю в один только орегон по пятьдесят штук двухлетних жеребцов. Они все более или менее одинаковые, и их покупают почти не глядя, потому что знают мой товар». «Вам, наверное, приходится делать большой отбор?» — спросил Грэхан. «Да, остальных вы можете видеть на улицах Сан-Франциско», — отвечал Дик. «И на улицах Денвера тоже», — добавил Менденхоль. «И на улицах Лос-Анджелеса. А два года тому назад, во время падежа лошадей, мы отправили двадцать вагонов четырехлетних меринов даже в Чикаго и получили в среднем по тысяча семьсот долларов за каждого. За тех, что помельче, мы брали по тысяча шестьсот, но были и по тысяча девятьсот. Да, стояли цены на лошадей в тот год». Менденхоль отъехал от них, а к ним приблизился верхом на стройный, взмахивавший гривой по ламини ветеринар, мистер Хеннесси. Дик представил его Грэхаму. «Я услышал, что миссис Форест смотрит жеребят», — пояснил он Дику, «и приехал, чтобы показать ей лань. Миссис Форест сможет ездить на ней раньше, чем через неделю. А на ком она едет сегодня?» «На Франте», — отвечал Дик, и было ясно, что он заранее предвидел то неодобрение, с которым Хеннесси отнесется к этому известию. Тот покачал головой. «Я никогда не соглашусь с тем, что женщинам можно ездить на жеребцах», — пробормотал он. «А кроме того, Франт опасен. Я не могу не похвалить его резвости, но должен сказать, что он хитер и коварен. Миссис Форест должна была бы ездить на нем, не иначе, как надев на него наморник. Но он любит и брыкаться, а к его копытам она ведь не может привязать подушки». «Ну да», — отвечал Дик, — «но он на мунштуке, да еще на каком мунштуке, и к тому же она достаточно хорошо умеет обращаться с ним». «Да, если он в один прекрасный день не подомнет ее под себя», — проворчал Хеннесси. «Во всяком случае, я бы вздохнул спокойнее, если бы ей понравилась лань. Вот это настоящая дамская лошадь, масса огня и никакого коварства. Чудесная кобылка, чудесная. Что она шалуней, это не беда, угомонится. Но всегда останется веселой и капризной, не превратиться в манежную клячу». «Поедем посмотреть жеребят», — предложил Дик. «Пауле придется помучиться с Франтом, если она на нем въедет в кучу молодежи. Ведь это и ее царство», — повернулся он Грэхаму. «Все домашние и верховые лошади в ее ведении, и она достигает совершенно удивительных результатов. Как она добивается их, я сам не понимаю. Это все равно, как если бы маленькая девочка забралась в лабораторию взрывчатых веществ, начала бы наугад смешивать их и получила бы гораздо более мощные соединения, чем те, которые составлялись опытными химиками. Все трое мужчин свернули с главной дороги на боковую, проехали с полмили, обогнули лесок, по которому протекал ручей, и выехали на роскошное широкое пастбище. Первое, что увидел Грэхам вдали на заднем плане, это множество однолеток и двухлеток, с любопытством столпившихся вокруг золотисто-коричневого чистокровного жреца Франта, поднявшегося на дыбы, бившего в воздухе копытами и пронзительно ржавшего. Всадники остановили своих лошадей и ждали, что будет дальше. — Он еще сбросит ее, — сердито бормотал ветеринар. — Разве на него можно надеяться? Но в эту минуту Паула, не замечая подъехавших зрителей, резко и повелительно крикнула какое-то приказание, с уверенностью настоящего кавалериста всадила шпоры в шелковистые бока, и Франт опустил передние ноги и стал плясать на месте, готовый каждую минуту взвиться опять. — Не слишком ли ты рискуешь? — мягко упрекнул Форест жену, подъезжая к ней вместе со своими спутниками. — О, я справлюсь с ним, не беспокойся! — пробормотала она сквозь стиснутые зубы, в то время как Франт, прижав уши и злобно сверкая глазами, оскалил зубы и непременно укусил бы Грэхома за ногу, если бы Паула вовремя не дернула повода и не вонзила бы шпор в его бока. Франт вздрогнул и на минуту смирился. — Старая история, все та же старая история, — засмеялся Дик. — Она его не боится, и он это знает. Он хитрит, он неистовствует, она вдвое. Он беснуется, а она ему показывает, что такое свирепость в ее подлинной сущности. Три раза, пока они были здесь, Франт пытался подняться на дыбы, но каждый раз Паула осторожно и твердо удерживала его с помощью мунштука и шпор, так что он, наконец, стоял покорный и трепещущий, весь в поту и в пене. — Так белые поступали всегда, — рассуждал Дик, в то время как Грехом был охвачен глубоким, волнующим восхищением перед маленькой укротительницей. — Белый, борясь с дикарем, превзошел свирепостью дикаря, — продолжал Дик. — Он превзошел его в разбоях, в воровстве, в скальпировании, в пытках, в людоедстве. — В сущности, белые гораздо больше съели людей, чем людоеды. — Добрый день! — приветствовала Паула гостя, мужа и ветеринара. — Теперь, кажется, Франт покорился. — Давайте взглянем на жеребят. — Берегитесь, мистер Грехом, его рта, он ужасный кусака. — Держитесь от него подальше, ваши ноги вам еще пригодятся. Теперь, когда представление с Франтом окончилось, жеребята мгновенно разбежались, словно их разогнали, и резвясь помчались галопом по зеленому лугу, но, скоро вновь перевлеченные любопытством, вернулись и, столпившись возле всадников, пристально разглядывали их. Затем, под предводительством особенно шаловливой кобылки, орехового цвета, образовали полукруг и выстроились, насторожив уши. Грехом почти не видел этих жеребят. Он смотрел на Паулу в ее новой роли. — Неужели ее изменчивости нет пределов? — удивлялся он, глядя на великолепное, потное, покоренное ею животное. Даже горец, несмотря на свои размеры, казался кротким и ручным, рядом с легающимся и кусающимся Франтом, со всем его утонченным коварством порочного аристократа. — Посмотри на нее! — прошептала Паула Дику, чтобы не спукнуть кобылки. — Разве она не замечательна? — Вот чего я добилась! Паула повернулась к Эвану. — В них всегда есть какие-нибудь недостатки или пороки, и совершенство почти невозможно. Но она — совершенство. Посмотрите на нее. Она, наверное, самое лучшее, что удалось мне за всю мою жизнь. Ее отец — великий вождь, если вы знаете производителей. Его продали за 60 тысяч, когда он был уже стариком. Она — единственный его приплод за сезон. Но посмотрите на нее! У нее его грудь и легкие. Я выбирала-выбирала матку, наконец нашла одну. Она не заслуживала этого, но я взяла ее. Единственная кобыла, которая к нему подходила. Она была упорной старой девой. Это ее первый же ребенок, и когда он родился, ей минуло 18 лет. Но я знала, что это будет хорошо. Мне достаточно было взглянуть на обоих, как я поняла, что они предназначены друг для друга. Кобыла была только полукровкой, — пояснил Дик. Но зато с одной стороны у нее было много предков Морганов, — тотчас же придавила Паула. И у нее полоса вдоль спины, как у мустангов. Эту мы назовем нимфой, даже если она не войдет в родословную. Это будет моя первая, настоящая, безупречная верховая лошадь. Моя мечта, наконец, осуществится. У этой мечты четыре ноги, — глубокомысленно заметил Хеннесси. И от пяти до семи разных аллюров, — весело подхватил Грэхом. А все же мне не нравятся эти многоаллюрные кентуккийские лошади, — быстро возразила Паула. Они годятся только для езды по паркам. Но для Калифорнии, с ее скверными дорогами, горными тропинками и всем прочим, давайте мне быструю рысь, короткую или длинную, смотря по роду дороги и почвы. И не слишком длинный голоп. Конечно, легкий, спокойный, а не карьер. А действительно красавица, — восхищался Дик, следя блестящими глазами за гнедой кобылкой, которая, осмелев, подошла совсем близко к укращенному франту и обнюхивала его морду. Ноздри франта трепетали и раздувались. «Я предпочитаю, чтобы мои лошади были почти чистокровными, а не чистокровными», — заявила Паула. «Беговая лошадь хороша на ипподроме, но для наших обычных поездок, для наших ежедневных нужд, она слишком специализирована». «Хорошо сложена», — сказал Хеннесси, указывая на нимфу. «Корпус достаточно короток для рыси и достаточно длинен для крупного шага. Я, должен признаться, не верил в удачность этой комбинации, но вам все-таки удалось получить замечательное животное». «Когда я была юной девушкой, у меня не было лошадей», — обратилась Паула к Грэхэму. «И мне до сих пор не верится, что у меня теперь не только могут быть лошади в каком угодно количестве, но что я могу по своей воле скрещивать их и создавать по своему усмотрению новые типы. Иногда мне представляется это невероятным, и я скачу сюда, чтобы посмотреть на лошадей и убедиться, что это не сон». Она повернулась к Форесту и подняла на него благодарный взгляд. Грэхэм видел, как они с полминуты смотрели, не отрываясь друг другу в глаза. Грэхэму стало ясно, какую радость доставляет дикую радость жены и ее юный энтузиазм и жизнерадостность. «Счастливец, черт возьми!» — подумал Грэхэм, но не по поводу богатого имения и успеха в делах, а потому что ему, Форесту, принадлежала эта женщина, так откровенно смотревшая на него благодарным взглядом. И когда она, повернувшись, стала концом хлыста показывать на какого-то черного жеребенка, он с недоверием вспомнил слова Эрнестины, что Паоле тридцать восемь лет. «Посмотри на его круп, дик!» — сказала она. «И на его ноги и бабки!» И, обращаясь к Грэхэму, прибавила, «У нимфы статьи совсем другие, и бабки гораздо длиннее, но этого я как раз и добивалась. Мать ее такой светлой гнедой масти, что похожа на новенькую двадцатидолларовую монету, и мне ужасно хотелось получить такую пару для моего экипажа. Не скажу, чтобы результат был такой, какого я хотела, но я получила вон того воронова. «Когда мы подъедем к матке, вы увидите его брата, но он не вороной, а караковый. Я ужасно разочарована». Затем она указала на двух караковых жеребят, павшихся рядом. «Эти двое от Гью Дилона, вы знаете, брата Лоуди Лона. Они от разных маток и чуть-чуть разные по цвету, но правда великолепная пара. И у них та же рубашка, что и у отца». Она повернула свою усмиренную лошадь и стала тихонько объезжать табун, чтобы не распугать жеребят. Однако некоторые из них бросились в рассыпную. «Посмотрите на них!» — закричала она. «Пятеро из них совсем простые. Видите, как они поднимают ноги на бегу?» «Я совершенно убежден, что ты сделаешь из них призовых рысаков», — сказал Дик и вызвал новый благодарный взгляд, снова задевший Грэхэма. «Двое от более крупных маток, вон тот в середине и затем крайний слева, а те трое от средних. Один отец пять разных матерей и четверо из пятерых совершенно одинаковые. Все родились в одно время. «Мы можем теперь начать отбирать тех из двух леток, которые будут продаваться для игры в Поло. Намечайте!» — повернулась она к Хеннесси. «Если мистер Менденхоль не получит за этого рыжего тысячи пятисот, то только потому, что Поло выходит из моды!» — с энтузиазмом воскликнул Хеннесси. «Дайте ему еще годик и посмотрите, что из него выйдет. Похож на корову? Ничуть! Он будет настоящий, серебряный доллар. Дайте ему еще годик и можно прямо на выставку. Слушайте!» Я с самого начала обратил на него внимание. Он, несомненно, затмит всякую эту берлингамскую дрянь. Когда он подрастет, отправляйте его немедленно на восток. Паула слушала Хеннесси, кивала в знак согласия, и в ее взгляде, направленном на него, светилась нежность, вызванная созерцанием этих молодых животных, со всей полнотой играющей в них жизни, за которую она была ответственна. «Всегда ужасно грустно», — признавалась она Грэхэму, «продавать таких красавцев и знать, что они сейчас же будут пущены в дело». Ее внимание было целиком поглощено животными. И она говорила совершенно просто, без всякой рисовки и аффектации. Дик не удержался, чтобы не похвалить ее Эвану. «Я могу перерыть целую библиотеку по коннозаводству и до одурения изучать всякие руководства. И все-таки я идиот». А она понимает все сразу. У нее талант. Ей не надо никаких руководств. Она знает все каким-то чутьем, колдовским способом. Ей достаточно взглянуть на табун маток, прикоснуться к ним, и она уже поняла, как надо с ними поступать. И ей удается почти всегда получить тот результат, которого она хочет, кроме цвета. «Правда, Паула?» — поддразнил он ее. Она тоже засмеялась, и зубы ее блеснули. Хеннесси присоединился к их смеху, и Дик продолжал. «Посмотрите на того жеребенка». Мы все знаем, что здесь Паула ошиблась, но посмотрите на него. Она скрестила старую чистокровную кобылу, которую мы считали уже ни на что негодной, с призовым жеребцом. Получили жеребенка. Затем его скрестила опять с чистокровной. Его дочь скрестилась с тем же призовым жеребцом, опрокинула все наши теории и получила, как видите, замечательного Пола пони. В одном приходится перед ней преклониться. Она не вносит в это никаких сентиментальностей. О, она крайне хладнокровна. Она так же твердо, как и мужчина, без всяких угрызений отбрасывает то, что ей не нравится, и берет то, что нужно. Но вот тайной масти она еще не овладела. Здесь ее гений ей изменяет. «Тебе еще придется повозиться, Паула, пока ты получишь свою пару. А сначала нужно вырасти Дьюдди и Фьюдди. Кстати, как теперь Дьюдди?» «Поправляется, благодаря заботам мистера Хеннесси», отвечала Паула. «Ничего серьезного», — подтвердил ветеринар. «Просто стало одно время хуже есть. Должно быть из-за перемены помещения. А теперь у него все прошло». «Давай». «Звучит блоге» «Ушения с ухода».